здравствуйте дорогие друзья гости и случайные зрители канала amazonian dream сейчас откроется дверь гаража и вы видите то на чем мы планируем устанавливать наш большой аквариум 1800 литров сегодняшнем видео покажу вам подготовку металлокаркаса расскажу о нем более детально и объясню почему именно так а не иначе ну в общем поехали сразу хочу попросить извинения за некоторые засвеченные кадры так как съемка этого видео проводилась на улице в солнечную погоду и при отсутствии нд фильтра даже с минимальным значениями со некоторые ракурсы получились чересчур светлым и так пожалуй стоит начать с того что для этой конструкции был выбран 50 профиль а в качестве подложки под пенопласт влагостойкая плита толщиной 10 миллиметров сейчас у нас дядей валерой стоит задача вырезать уголки в плите которая ляжет под сам нижней части нашей тумбы делать это мы старались максимально впритык так как нижней части она ничем крепится не будет ну и пока вы наблюдаете за самим процессом хочу сказать несколько слов о габаритах этого каркаса длина тумбы 310 сантиметров ширина 92 и высота в 83 с половиной сантиметра с вкрученными ножками рассчитана она была таким образом чтобы перед аквариумом оставался зазор 10 сантиметров а по бокам 5 сзади мы сделали тоже зазор 2 сантиметра для того чтобы упростить себе жизнь при сборке аквариума полочка спереди и по бокам аквариума позволит его красиво обшить плитой или деревом это владелец аквариума уже будет делать самостоятельно и по своему вкусу да и на нее всегда можно будет стать ногой при обслуживании что придаст всей конструкции эргономичности каждое полметра мы спроектировали перегородки а также сделали три дополнительных ребра жесткости наискосок такое решение придаст всей конструкции дополнительной жесткости минимизирует шатт да и вообще она должна выдержать около трех тонн веса так что тут перестраховка никогда не помешает итак уголки вырезаны закладываем плиту по местам и вот так все это дело выглядит уже в собранном виде для того чтобы лишний раз не страдать болтологии предоставляю вам самим посмотреть как и что сделано ну а если останутся вопросы я с радостью отвечу на них в комментариях под этим видео теперь приступаем к верхней части каркаса тут друзья мои все просто кладем плиту и закрепляем ее по углам шурупами шурупы желательно брать сбором для того чтобы не сверлить отверстие в металле отдельно ну и при затягивании шурупов шляпку топим в плиту знаю знаю сейчас многие подумают а смысл верху так и так будет пенопласт и вы будете абсолютно правы по сути шурупами можно вовсе не закреплять но не забывайте друзья этот каркас нам еще перевозить нужно и для транспортировки на нем укладывать стекло так что перестраховка никогда не помешает забыл сказать о том что весь металлокаркас покрыт грунтовкой и покрашен черной краской для избежания коррозии есть люди которые стремятся использовать в этих целях нержавеющий материал но как по мне это перебор во первых очень дорого очень дорого а во вторых у меня стойки не обшиты стоят годами и нигде даже пятнышка ржавчины нет и вот друзья мои все уже готово вот такая у нас получилось можно сказать фундаментальная конструкция теперь нижняя часть как видите каждый метр в каркасе просверлены сквозные отверстия и на них приварены гайки для болтов собственно болты у нас будут ножками с помощью которых это конструкцию можно будет выставить по идеальному уровню даже если пол будет не совсем ровный мы с дядей валерой даже решили вам наглядно продемонстрировать как это все работают так так Субтитры подогнал «Симон» Вкручиваем болт и под него уложим металлическую подкладку, чтобы распределить нагрузку от аквариума. Таких ножек у нас 8 и они без проблем должны выдержать нагрузку всей системы. Что ж, друзья, на этом все. Я буду с вами прощаться. Ну а вы не забывайте поблагодарить нас с дядей Валерой лайком и задавайте все интересующие вопросы в комментариях под этим видео. Добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока и до новых встреч!